Всем привет! В противовес предыдущим месяцам август оказался богат на новинки, причем в разных жанрах и весовых категориях так сказать. На самом деле последний месяц лета оказался таким насыщенным, что нам не удалось уместить в рамке топ 5 все привлекательные релизы. Поэтому не забудьте позднее заглянуть на наш сайт, чтобы ознакомиться с материалом, где будут представлены все грядущие игры августа. А мы начинаем! Откроет месяц массивная и долгожданная ролевая игра Baldur's Gate 3. Да, она выйдет 3 августа только на PC, но мы не могли не включить ее в это видео. К тому же релиз на PS5 не за горами. Массивной же мы ее назвали не просто так. Приведем некоторые цифры, которые раскрыли в своих интервью разработчики. Вас ожидают 12 классов и 46 подклассов, более 600 заклинаний и приемов, 174 часа кат-сцен, общий сценарий с учетом всех развилок и вариантов диалогов примерно на 2 миллиона слов. А еще стоит упомянуть, что обычное прохождение займет около 75-100 часов, в то время как на более глубокое исследование уйдет примерно 200 часов. Поэтому Baldur's Gate 3 можно считать отличным вложением денег, ведь игра сможет увлечь на огромное количество времени. А это мы еще не упомянули высокую вариативность событий, взаимодействие с напарниками, реиграбельность и так далее. Но нам пора переходить к следующей новинке, Atlas Fallen. Если вы еще не изнываете от жары, то пейзажи этой игры явно заставят почувствовать пару лишних градусов. Ведь в Atlas Fallen представлены песчаные дюны, которые остались после обрушившейся на местный фэнтезийный мир катастрофы. При этом разработчики сделали упор на боевую систему, сочетание способностей и возможность выстроить свой стиль ведения боя. В игре присутствует множество приемов, вариантов комбо, воздушных атак, уклонений, парирования и подобного. Поможет осуществить все это на практике особая длань, трансформирующая пески в одно из видов оружия. Настроить свой стиль помогут камни сущности, наделяющие главного героя пассивными навыками, улучшениями и всевозможными эффектами. Еще больше разнообразия появится, если вы позовете друга. В игре присутствует множество стилей и особых комбо, которые не выполнить в одиночку. Следующая игра на очереди Blasphemous 2. Первая часть своего время полюбилась игрокам, поэтому ничего удивительного, что за релизом игры последовал выход дополнения и сиквела. Оригинальная игра обладала уникальным шармом благодаря детализированному пиксель-арту, религиозным мотивам, популярному нынче жанру метроидвания и элементам соус-лайк игр. В общем, все было атмосферно, хардкорно и эпично. Все, как мы и любим. Вторая часть, судя по всему, решила взять хорошо показавшую себя формулу предшественницы, при этом предложив игрокам новый мир для исследований. Эпические сражения с ранее невиданными боссами, новое оружие, расширенные комбо и жестокие расправы над врагами. Если вам по нраву самобытные метроидвания или пришлась по вкусу первая Blasphemous, то на новинку определенно стоит обратить внимание. В следующей игре вы залезете в робота и отправитесь превращать противника в груду металлолома. Как вы уже догадались, речь идет об Armored Core 6 Fires of Rubicon. Конечно же, как и положено любой хорошей игре с мехами, вы сможете настроить своего бронированного друга, изменяя его конечности, оружие, весовую категорию, силовые генераторы, основные и защитные системы. Но сделать непобедимую смертоносную машину так просто не выйдет. Игроку придется постоянно балансировать между огневой мощью, защитой, мобильностью и силой робота. А если учесть, что разработкой игры занимается студия From Software, то ждать пощады от разработчиков не стоит. Нас явно ожидают непростые бои. Кстати, если вы не играли в предыдущие игры серии, не беда. Шестая часть Armored Core – мягкий перезапуск, который не связан сюжетно с предыдущими играми серии. И завершает топ-5 новая игра от создателей олдскульного платформера The Messenger под названием Sea of Stars. Пошаговая ролевая игра является приквелом к упомянутому The Messenger и поведает историю двух детей солнцестояния, которые могут использовать магию затмения. Разработчики черпали вдохновение из классических ролевых игр, таких как Illusion of Gaia, Breath of Fire и Chrono Trigger. Даже музыку для игры написал композитор Ясунори Митсуда, который работал над Chrono Trigger, Chrono Cross и Xenoblade Chronicles 2. Sea of Stars предложит игрокам исследования красочного и впечатляющего мира, включающие прыжки, лазание, плавание и многое другое, динамичную боевую систему с контратаками в реальном времени, захватывающую историю и отсутствие гринда. Игра войдет в каталоге PlayStation Plus Premium и Xbox Game Pass в день релиза. Кроме того, вы можете загрузить демоверсию для предварительного знакомства. Вот и подошел к концу список самых интересных игр этого месяца. Чтобы узнать о других любопытных новинках, что выйдут в августе, читайте наш материал на сайте. Спасибо за просмотр, с вами был Димаш Изойдберг и до новых встреч на просторах портала Stratec.ru.